Гемобластозами называют группу пахолей, возникших из кровотворных клеток. Гемобластозы делятся на лимфомы, кематосаркомы и лейкозы, которые в свою очередь делятся на острые и хронические. Лейкозы – это опухоли, исходящие из родоначальных кровотворных клеток с первичным поражением костного мозга. Согласно мировой статистике, 3,3-4,7 детей из 100 тысяч заболевают лейкемией в возрасте до 15 лет. Около 40-46% случаев приходится на детей от 2 до 6 лет. Кроме лейкозов в группу гемобластозов входят гематосаркомы, возникшие из кровотворных клеток, но представляющие собой некосномозговые разрастания бластных клеток. Несколько реже других гемобластозов встречается лимфоцитома – это опухоли, состоящие из зрелых лимфоцитов или образованные разрастаниями идентичными лимфатическому узлу, но мало или совсем не поражающие костный мозг. В 1975 году гематологами Франции, США и Англии была создана ФАП-классификация острых лейкозов. Это первое – нелимфобластные мелогенные лейкозы, состоящие из шести основных типов. Второе – острые лимфобластные лейкозы из трех типов. И третье – мелодезопластический синдром, состоящий из четырех типов. Это схема гемопоэза, состоящая из шести этапов созревания клеток крови. Если созревание клеток крови нарушается на первых четырех этапах, то это острый лейкоз. Если же на пятых-шестых этапах, то это считается хроническим лейкозом. Нелимфобластные острые лейкозы включают М1 – острый мелобластный лейкоз без признаков созревания клеток. М2 – острый мелобластный лейкоз с признаками созревания клеток. М3 – острый промилоцитарный лейкоз. М4 – острый меломонобластный лейкоз. М5 – острый монобластный лейкоз М6 – острый эритролейкоз В последние годы авторы ФАП-классификации выделили еще два варианта острых лейкозов. Это М0 – острый недифференцированный лейкоз и М7 – острый мегакариобластный лейкоз. Из всех упомянутых подвариантов острых лейкозов наиболее часто встречаются М2 и М4. Осы лимфобластной лейкозы делятся на три этапа, как говорилось выше, в зависимости от статологической характеристики пластов. Л1 – острый микролимфобластный лейкоз. Л2 – острый лимфобластный лейкоз. Л3 – острый макро- или пролимфобластный лейкоз. Все хронические лейкозы отличают одна особенность. Они длительно остаются на стадии моноклоновой доброкачественной опхоли. Выделяют следующие варианты хронических лейкозов. Первое – хронический мейлолейкоз взрослых и стариков. Второе – ювенильный хронический мейлолейкоз. Третье – детская форма хронического мейлолейкоза. Четвертое – субклинический миелоз. Пятое – эритромия. Шестое – хронический мегакарецитарный лейкоз. Седьмой – хронический эритромиелоз. Восьмой – хронический моноцитарный. Девятый – хронический макрофагальный. 10-й – хронический тучноклеточный, 11-й – хронический лимфоликоз, 12-й – волосотоклеточный ликоз и 13-й – парапротеиномические гемобластозы. Этиологическими факторами ликозов являются хромосомные изменения, физические факторы, химические факторы и биологические факторы. По всей вероятности, существует комплекс причин, приводящих к развитию лейкоза. Хромосомные изменения обнаруживают приблизительно у 60-70% больных. Предполагается, что они возникают под влиянием неблагоприятных факторов внешней среды – ионизирующего излучения, электромагнитного поля, химических веществ, медикаментах и других. Широко обсуждается вирусная теория. У некоторых животных вирусная теория лейкозов доказана путем введения вируса – вирус гросса мышей, вирус раоса укур, которые способны вызывать обхолепроцесс и у обезьян и трансформировать в культуре ткань гемопоэтической клетки человека. Таким образом, один из лейкозогенных агентов, возможно, при условии наследственной нестабильности генетического аппарата, вызывает мутацию гемопоэтической клетки первых, вторых или третьих классов родоначальницы обхолевого клона. Патогенез лейкозов Основным звеном в развитии болезни является то, что небоприятные факторы приводят к изменениям в клетках кровотворения, то есть мутации. При этом клетки реагируют неудержанным ростом, невозможностью дифференцировки и изменением скорости нормального созревания. Поэтому все клетки, которые составляют лейкемическую опхоль, являются потомком одной стволовой клетки или клетки предшественницы любого направления кровотворения. По закону моноклонального роста, одна мутирующая гемопоэтическая клетка дает начало образованию опхолевого клона в костном мозге. Лейкозные опхолевые клетки обнаруживают кератогенные свойства – это снижение колониообразующей способности, асинхронизм процессов пролиферации и дифференцировки, при этом чаще наблюдаются облака до дифференцировки. Отмечается удлинение методического цикла продолжительности жизни клеток. В лейкозном властном клоне обнаруживают наличие двух клеточных популяций – растущих и дремлющих клеток – это 78-90%. Одна мутирующая клетка дает после деления огромное количество клеток массой 1 кг и начинаются клинические проявления. Клиническая симптоматика развернутой стадии остых лейкозов складывается из пяти основных синдромов. Это гиперпластического, второй – геморрагического, третий – анемического, четвертый – интоксикационного и последний – инфекционных осложнений. Стадием остых лейкоза является первая, значит, это атака заболевания. Это стадия развернутых клинических проявлений, первый острый период, охватывающий время от первых клинических симптомов, установление диагноза, начало лечения до получения эффекта от лечения. Начальная стадия при остом лейкозе не очерчена. Небольшие симптомы интоксикации – это повышенно утомляемость, слабость, неопределённые, наблюдается не у всех больных. Вторая стадия – это стадия ремиссии. Полная клиника гематологической ремиссии называется состояние, характеризующееся полной нормализацией клинической симптоматики анализов крови и костного мозга с наличием в гемограмме не более 5% пластных клеток и не более 30% лимфоцитов, незначительная анемия не ниже 100 грамм на литр и небольшая тромбоцитопения не ниже 100 на 10 девятой степени литров. Неполная клиника гематологическая ремиссия – это состояние, при котором нормализуются клинические показатели и гематограмма, но в пунктате костного мозга сохраняется не более 20% пластных клеток. Клиника лабораторная диагностика. Это первое – общий анализ крови, второе – биопсия костного мозга – это миолограмма, и третье – цитохимические исследования. Картина крови в развернутой стадии остого лейкоза весьма характерна. Помимо анемии и тромбоцитопении отмечается изменение числа лейкоцитов довольно широких пределов – от 0,1 до 100 на 10 девятой степени литров, с преобладанием форм с нормальным и сниженным лейкопеническим – 38% или субликемическим – 44% числом лейкоцитов. Лишь у 18% больных количество лейкоцитов превышает 50 на 10 девятой степени литров. У 30% больных бластные клетки в гемограмме отсутствуют. У большинства больных количество бластных форм составляет от нескольких процентов до 80-90%. Клеточный состав гемограммы часто бывает мономорфным, представленный в основном бластными клетками. Зрелые гранулоциты выявляются в виде единичных палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов. Основу диагностики острых лейкозов составляет обнаружение в пунктате костного мозга более 30% бластных клеток. Из-за сложности морфологической дифференцировки субстрата опухоли при остром лейкозе цитохимическое исследование выявляет тип острого лейкоза и подтверждает диагноз. На этом рисунке мы видим мазок крови у больного с острым лимфобластным лейкозом. Под номером 1 это бластные клетки и под номером 2 это лимфоцит. А на этой картинке мазок крови у больного с острым недифференцированным лейкозом. В середине клетка бластная. Благодарю за внимание.